Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Мариан Ди Валентино. Мариан, приветствуем вас! Приветствую всех! Меня зовут Мариан Ди Валентино, я аналитик компании FIBA Group. Сегодня мы рассмотрим нашу крипту, любимую для меня. И рассмотрим некоторые валютные пары. Как вы видели, что доллар рос эти дни очень сильно. Мы ждали какой-то сигнал разворотней. У нас стоял уже на дневном графике давно паттерн на понижение доллара против иена. Сейчас мы рассмотрим ситуацию, которая подключилась к рабочему столу. Давайте. Продолжение следует... Уделиться... Открыть... Хорошо. Так. И подключаем. Это на данный момент это биткоин-доллар. Вот, биткоин-доллар дневный. Рассмотрим сейчас биткоин. Почему биткоин растет? Как и предполагалось, биткоин будет расти. Кстати, я заработал вчера на этой свитче. Были большие объемы на покупку. На вчерашней свитче. Сегодня также на вот этой маленькой свитче стоит объем где-то в 200 биткоинов на покупку. Где-то на вот этом уровне, на 7779 стоит ордер на продажу. Ну, если меня система подкручивает, я вам подключусь и покажу объемы. Вот. То, что касается биткоина. Биткоин, как и другие криптовые монеты, я их считаю более... Кроме того, что они технологические, я их считаю еще социальные. Социальные монеты. Точнее, на него влияет большой... Ну, на него влияет большой интерес тех же самых людей, в которые у него верят и в которые есть недоверие. Вот смотрите, если мы перейдем на Google Trends, это Google, в котором мы можем найти тренд по востребованию вопроса. Вот когда люди задают вопрос, что с биткоином. Вот мы видим, что это 12-месячный график, тут можно уменьшить. Например, я тут ввел данные, которые time to buy биткоин, время покупать биткоин, потом поставить другой фильтр, время продавать биткоин и биткоин умер, третий фильтр. Это я вот написал. И смотрите, появляется вот такая шкала. Видите, вот тут, где мы... Да, мы были в декабре, помните, когда было вот эти 20 тысяч почти биткоина, он был тут на высоте. Потом смотрите, как растет вот эта желтенькая. Желтенькая, она пересекает, когда она пересекает обычно красную, это на продажу, возрастает. Это означает, что есть какое-то недоверие людей, а это значит, что это будет так же тормозить биткоин. Биткоин, скорее всего, войдет в какой-то немножко флейт. Пусть я понимаю, есть и покупатели, которые манипулируют рынок, но, тем не менее, интерес сообщества влияет достаточно сильно на биткоин. И как вы видите, вот он падал, вот это когда было, вот в феврале. Сейчас, если мы посмотрим на графику в феврале, вот 4 февраля, конечно, будет упадок биткоина, другое его падение достаточно серьезное. И так пошло дальше. Смотрите, на данный момент, видите, как эта шкала желтая, люди, которые думают, что биткоин, биткоин конец, смотрите, как она уменьшается. Тем не менее, покупателей, вот время покупать биткоин сильненькое, возрастает, возрастает, а нижнее, красное, продавать уменьшается. Точнее, я здесь вижу, что большинство людей задают такой вопрос и все-таки стремятся более к покупкам, ищут покупки. И недоверие уменьшается, как к биткоину. Это то, что касается тренда на гугле, загуглено, сколько именно насчет биткоина. Если мы посмотрим график, да, мы тут видим, что биткоин пока это дневная свеча, маленькая, он колебется. Но, однако, я вижу потенциал роста где-то к 7779. И отсюда, вот, если мы посмотрим немножко историю, вы увидите, вот, здесь достаточно такой уровень, где цена отбивалась от этого уровня. Вот, она отбивается верхнего уровня, есть скопление цены. Так что я ожидаю, что все-таки он дойдет сюда и будет какой-то борьба за пробитие этого уровня. Вот, что касается, например, Dash, вот, рассмотрим Dash. Dash сейчас, Dash USD, ну, тут у меня стоит USDT, но это тоже самое USDT, это криптодоллар, назовем ее, минимум более тот же самый цены. Вот, смотрите, сейчас на данный момент, вот, мы видим уровень, это дневный график. Мы видим уровень достаточно сильный, и этот уровень, сейчас цена тестирует его. Вот, я ожидаю, я ожидаю, что если цена закроется выше этого уровня, выше уровня 281, можно поставить орден на покупку, чуть выше здесь, на покупку. И наш Stop Loss поставить где-то вот на этом уровне, где сейчас стоит, видите, этот уровень будет, наш второй уровень сопротивления, где цена будет его тестить. Точнее, мой орден на покупку будет чуть выше, и где-то продажа, я не буду ожидать, что дорастет сюда, хотя надежда есть все-таки, но я его закрою чуть где-то, ну, посередине, чуть выше. Вот, потому что с криптой жадничать не всегда, ну, нехорошо. Вот, и идем далее. Так, эфир. Эфир очень интересный тем, что, как я вам и говорил, вот смотрите, это дневная свеча. Он, видите, вот сейчас тестирует уровень 463 уровень, тестирует. Если он его пробьет, закроется ниже этого уровня, тогда будет падать до вот этого голубого, это виллы Вульфа, будет падать к нему. Цена уже тестировала раз, и здесь я покупал на этом уровне и заработал на этом уровне. Ожидаю, что если цена пробьет, пойдет сюда, у меня будет стоять здесь орден на покупку. На длинном сроке я вижу рост для эфира. Если мы посмотрим, например, на эфир на четырехчасовой график, сейчас мы включим, выберу другую, чтобы не перенастраивать график. Поставим четырехчасовой. Вот смотрите, вот четырехчасовой график эфира. Мы видим здесь эфир в ценовом таком туннеле. Мы видим, что сейчас он, если будет тестировать вот эту зону внизу, зону 463, достаточно здесь скопления было цены несколько раз. Видите, вот цена скоплялась здесь, это уровень. И мы видим, что вот сейчас цена здесь. Точнее, как и виллы Вульфа, где-то менее более на той же самой границе, оно будет стоять орден на покупку. Ну, я выставлю один орден здесь и чуть другой уровень. Кстати, вот волатильность, это индикатор волатильности. Он показывает, что пока на данный момент она волатильная, как эфир пока волатильный. Но когда вот этот индикатор начнет менять, цвет вот более такой темный, это значит, что все-таки волатильность уменьшается. Вот тогда я буду и входить. Что касается эфира. Если мы попробуем запустить платформу, надеемся, не подгрузит, не будет грузить компьютер, интернет. Рассмотрим, я вам покажу объем биткоина, ордер на покупку. Так, идет. Подружается. Но пока подружается, я расскажу дальше. Сегодня я входил, у меня были сделки с фунтом. Сейчас включу 15 минут. Это был скальпинг по фунту. Так, фунт, фунт йен. Смотрите, это был канал, который я нарисовал. Что здесь... Так, смотри, да, фунт, 15 минут. Смотрите, вот у меня была сделка. Вот, а, это ставая была на 15 минут. Вот, у меня была сделка фунт йен 4 часа назад на повышение. Почему я так видел? Я видел, что волатильность, она уменьшается. Видите, столбики более темные. Я вижу, это дивергенция волатильности. Я вижу, вот это RCA индикатор. RCA мне показывает также дивергенцию на повышение. И я вижу, что все-таки цена находится в области 0.61. Да, она ее пробила. Но, видите, это Fibonacci. Она здесь и приостановилась. Точнее, есть все-таки какое-то сомнение падать ниже для теста уровня 61.61. И я ожидал, что все-таки пойдет цена наверх. И как мы сейчас посмотрим... Так, выберем час. Так, как вы видите, вот цена очень хорошо опросила нашему уровню, вот внизу, где он и стоял. И пошла цена как по дивергенции наверх. Вот вы видите, это все часовые свечи. Четыре часа назад у меня сделка была. И она пошла в профит. Так же самое, как и евроен. Потому что евроен... Вот если мы посмотрим... Евроен. Вот евроен. Также дивергенция на повышение. RCI показывает также дивергенцию. Это индикатор волонтильности. И RCI показывает в ней дивергенцию на повышение. Есть внизу граница, от которой цена должна была отскочить. И цена пошла к этой границе. Вот после этой свечи был где-то на этой свече. Четыре часа назад. Раз, два, три, четыре. На начало где-то здесь, от границы внизу. У меня был ордер на покупку. Ну и ордер пошел, пока идет цена. Еще он не закрылся у меня. Должен чуть-чуть выше закрыться. Пока у меня вот хорошо идет вот этот евроен. Я ожидаю, кстати, если бы он пробивал вот эту границу внизу, которая на 130.75, потому что, что я видел на длительном времени, видите, это часовой график, здесь есть голубичи. Я все-таки боялся ставить на повышение, но пока пошла. Ну, я ожидаю, что все-таки евро будет расти, потому что доллар уже побил рекорд годовой, что слишком вырос. Так что ожидаю, что доллар будет падать. А евро, наоборот, растет. Так что пусть и плечи пока здесь есть, но пока не будет пробит, пока не будет пробить вот этот наш уровень, я ожидаю проверки. Если будет пробить уровень 130, тогда голова и плечи сработают и пойдет цена более на длительный срок на понижение. Вот, посмотрим, если нет, не грузит. Начали выключить. Не грузит. Не грузит, потому что интернет. Хорошо. Посмотрим наши пары. Рассмотрим наши пары. Вот, так, эфирмы смотрят. О, серебро. Рассмотрим серебро. Я вижу серебро на понижение. На коротких тайфреймах, конечно. Это был 60 минут. Это скриншот на данный момент. Я ожидал на понижение, потому что, в первых, нисходящий тренд, нисходящая тенденция. Во-вторых, волатильность. Точнее, я вижу, что вот тут волатильность, которая была и тут, она одинаковая, но тут цена была выше, чем здесь. Точнее, скорее всего, цена упадет. И, конечно, появились столбики уменьшения силы покупателей, что цена все-таки идет на низ. Если мы сейчас посмотрим, посмотрим сейчас, какая ситуация с серебром, я не знаю. Но на короткий... Это было 60 минут. 60 минут на понижение. Так. Вот эта ситуация сейчас на текущий момент. Вот мы видим, что уменьшается все-таки сила для покупок, и цена все-таки идет внизу. Где-то вот тут стоит внизу на 15.30, кроме трендлайда стоит и уровень. Если мы посмотрим... Нет, слишком далеко надо идти. Ладно. Это достаточно тоже уровень, где цена отбивалась от него. Плюс стоит трендлайн, другой уровень поддержки. Ожидается все-таки, что цена будет отскакивать от нижней границы на повышение. Точнее, на данный момент я вижу снижение серебра, но в дальнейшем ожидаю от нее повышения. Вот. Рассмотрим пару... Так. USD. Франк. Это было... Если не ошибаюсь... Если не ошибаюсь... Да, это было... Нет, где-то USD. Франк. Подождем, подгрузится. Это USD франк. USD франк дневной график. Это скриншот. Но это я сделал два часа назад где-то. USD франк. Вы видите здесь. Вот смотрите, какой сильный уровень. Это еще один... Доллар должен падать. Нельзя расти вечно. Что мы здесь видим? Видим сильный уровень на дневном графике. Мы видим, что цена уже поднимается к тесту этого уровня. Уровень... Другое мы видим. Мы видим дивергенцию на понижение. И RCI. И видим дивергенцию на понижение по волатильности. Вы видите, как интерес падает. Вот снижается сила покупателей, волатильность на покупку. И она падает. Потом немножко она заново выросла. Но по сравнению с другим, она... Все-таки цена находится на менее более том же самом уровне. Точнее, это дивергенция на понижение. Так что от пары USD франк я ожидаю понижение. Вот. Вот такая ситуация у нас сегодня. Поняли вас. Хорошо. Спасибо большое, Марьян. Как прошла ваша неделя в целом по доходности? Сами довольны? Довольны. Ну, не буду хвалиться, но я по биткоину очень хорошо входил. Вот жаль, что платформа эта другая не открывается. Это платформа объемов, где я просто выставляю цифрам и вписываю 200. Например, там просто можно рассмотреть именно как кластер внутри свечи контрактор на покупку биткоина. Точнее, я нашел то, что где-то пару часов назад был крупный игрок, как и вчера, выставил ордер на покупку с 200 биткоинов. Мой ордер стоял чуть выше его, чтобы сработал раньше. И прибыль там была в 2% от цены биткоина на текущий момент. Это было в 2%. Хорошо сработало. Выставил сразу ордер на продажу. Хорошо вчера. Это было вчера. Хорошо вчера отработал биткоин. Сегодня, как я вам говорил, также был ордер. Утром был ордер. Я выставляю фильтр, как 200 биткоинов. Это очень неплохой фильтр, как в объемах. Сегодня утром также была покупка на 200 биткоинов. Кто-то выставил отложенный ордер. И я входил, но входил с 1% от цены биткоина. Это был мой стоп-лосс, токен-профит. Где-то я покупал на тот момент текущая цена. И 1% чуть выше рассчитывал, выставил ордер на продажу. Сработал, так же сработал. Так же, как я вам показывал, сегодня на инстаграм-компании Fibo Group. Я работал по скальпингу фунт с фунтом-франком, фунтом-иеном и евро-иеном. И хорошо сегодня отработали они. Закрылись очень хорошо. Это, конечно, на короткий тайм. Но, повторяю, я уже вчера жду, что все-таки евро и фунт укреплятся. И они укрепляются. Если посмотреть на график, все-таки идут медленно на повышение. Что касается крипторынка, вышли новости, что Coinbase, это одна из бирж, сейчас привлекла хендж-фонд на 20 миллиардов долларов. Это очень хорошая новость. Но пока есть юридические вопросы. То, что их сейчас останавливает, это юридические вопросы. Но привлечение не маленькое. 20 миллиардов – это много. И еще новость. Новость по EOS. Эта монета. Она обновила свою, назовем это, систему. И сделала тест на 3000 по скорости транзакций в секунду. И она сделала рекорд. 3097 контрактов, можно скажем так, переводов за одну секунду. Это достаточно такой один из рекорд, скажем, с криптомонетами. Очень быстрое. И это очень хорошо, потому что такие транзакции быстрые, они вызывают, привлекают к себе внимание, особенно тех компаний, которые работают с денежными переводами. Виза и другие. Мастеркарды. Вот Мастеркард как-то старался сотрудничать с Риплом, помню. Вестер Юнион также старался с ним сотрудничать с Риплом. Но, как мы видим сейчас, и другие монеты стараются увеличить их скорость в транзакциях. Это очень хорошая новость. Так что, я всегда говорю, что наблюдая за новостями, особенно новостями не то, кто где что принимает как биткоин, или не принимает биткоин. Не надо смотреть на новости вот такие. Для меня очень важные новости – это и программные новости, технологические новости. Потому что технологические новости, когда есть обновления, это очень хорошо, потому что это привлекает инвесторов. А если привлекает интерес инвесторов, это значит внесение денег внутрь. И это хорошо. Я особенно, например, если у меня есть портфель, вот когда я, портфель с криптомонет как инвестиция, я очень часто включаю в мой портфель те монеты, именно которые принадлежат биржам. Некоторые биржи, криптобиржи, они имеют свои, назовем, токены, свои монеты. Свои монеты внутренние, как Вейвс монета, она и криптобиржа, она и биржа, и портфель, так и другие биржи имеют свои монеты. Это очень хорошо иметь и в портфеле, как инвестиции, и те монеты, которыми принадлежат биржа. Потому что биржа в постоянном заработку. Вот я знаю, что Битрикс, вот недавно заявил, эта биржа, что планирует почти 1 триллион долларов за этот год заработать. 1 триллион – это очень много. Заработать? Заработать. Прибыли. 1 триллион долларов прибыль Битрикс ожидает. Из-за всех транзакций. Представляете, это очень много денег. Как может быть сомнение, что крипторынок уйдет, улетит. Но есть ли программы, есть ли улучшение систем постоянно обновляется. Понятно. Я понял вас. Ну, конечно, такие суммы звучат, это впечатляет, чего уж тут говорить. Поняли вас? Ну, это биржа. Да, согласен, согласен. Спасибо вам большое за ваш обзор, за ваш оптимизм, за ваши… Кстати, рады, что у вас неделя удачная. Это всегда очень важно, чтобы наши планы реализовывались. Потому что, понятно, точка входа, точка выхода – это ключевые понятия. Даже направление правильно знаешь, а точки надо определять. Так что мы рады, что у вас на этой неделе все получилось. Так что желаем вам хорошего отдыха, настроения у вас. И так хорошие, раз вы хорошо заработали. Ну, вот желаем вам хорошо отдохнуть от этой работы. Кстати говоря, вы будете отдыхать или будете торговать все равно на выходной? Не, 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 буду отдыхать, потому что эта неделя вышла очень хороша. Именно эта неделя. В прошлой неделе не были большие, ну, большие плюсы. Были плюсы, но они были небольшие. Потому что скрипты, все, что связано с скриптой, вы видите сами, что иногда вот крипто, вот как биткоин, войдет в такой флэт и стоит там. А за эту неделю, посмотрите свечи, ну, огромные свечи, нельзя было не заработать. Ну, очень большие ордера стояли, и эта неделя очень хорошая. Так что я вот эту воскресенью-субботу, я устраиваю себе праздник. Прям праздник, что биткоин все-таки, скажем, воскрес чуть-чуть. Здорово, здорово. Ну, отлично, мы вас в этом поддержим. Спасибо большое за ваш обзор, хорошего настроения, хороших выходных. Спасибо, до свидания. Браво, до свидания.